После роликов о молитве Тахаджуд многие задают вопрос и жалуются на то, что они очень тяжело просыпаются на ночную молитву, на молитву Тахаджуд, а то и вовсе его пропускают. Не поделитесь ли с советом, средствами, которые бы облегчили столь богоугодное поклонение Всевышнему Аллаху. Эти советы, их можно разделить на два вида. Есть физические средства, с которых я и начну, от которых зависит способность просыпаться ночью после того, как мы легли в теплую постель, Первое, это, естественно, умеренное питание. Человек, который особенно на ночь переедает, ему, естественно, будет очень сложно просыпаться ближе к рассвету после полуночи. Естественно, это затруднит его подъем. О науке даже не стоит говорить, когда сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в своем хадисе сказал, «Ман акаля кафиран, нама кафира». Он сказал, «Тот, кто переедает, спит дольше», сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И далее он сказал, «Ва ман нама кафиран, фатаху л-хайру л-кафир», «Тот, кто чрезмерно излишествует», то есть во сне, спит слишком долго, он упускает много блага, много благого. И, естественно, что может быть более благим, чем просыпаться для совершения ночной молитвы, молитвы Тахаджуд, о которой посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал даже таким образом, «Досмилостивиться Господь над тем рабом, который встал ночью для того, чтобы совершить эту молитву, ночную молитву, и разбудил свою супругу в таком смысле». И тяжелая пища, особенно на ночь. Логично, что такая привычка будет главной помехой для того, чтобы проснуться для совершения молитвы Тахаджуд. Следующее средство, которое помогает не пропускать ночную молитву, это соблюдение режима сна. Каким образом? Естественно, современный человек, вопреки законам, установленным нашим творцом, который сотворил ночь для покоя и сна, современное общество изменило этот закон, и основная активность приходится для многих на ночной период. Так называемая ночная жизнь, конечно, заставляет человека жертвовать такими благими поклонениями, как ночная молитва. То есть своевременный сон. Для того, чтобы суметь, иметь силы проснуться на молитву Тахаджуд, не говоря уже о «давайте не будем говорить о Тахаджуде», даже на утреннюю молитву, не может проснуться человек, который нарушил режим сна. Он ложится поздно спать, он пропускает дневной сон, который также является сонной пророка, саляллаху алейхи вассаляма. Он пропускает такую сонну, как своевременный отход ко сну. Но для того, чтобы проснуться на молитву Тахаджуд, естественно, нужно вовремя ложиться спать, хотя бы к 11 часам, а лучше, конечно, еще пораньше. Кстати, это очень важно, очень важная составляющая для здоровья нашего. Недостаточный сон, то есть недосыпание – это колоссальный вред, в первую очередь, для нашего физического здоровья. Следующее средство, которое непременно способствует успеху в пробуждении на ночную молитву, это отход от грехов. Чем больше мы совершаем грехов в дневное время, тем меньше у нас остается шансов на ночные поклонения. Однажды у Хасана Аль-Басри, к Хасану Аль-Басри пожаловался некий и сказал, «О, Абу Саид, я не болен, я здоров, я хочу подниматься ночью на ночные молитвы, и делаю я все возможное для того, чтобы проснуться на ночную молитву, но я не могу вставать ночью». На что Хасану Аль-Басри ответил? Тебя сковывают грехи, которые ты совершил днем. Грехи сковывают нас не только от совершения ночных молитв, но и от всякого блага, от всяких благих деяний. Кроме того, важным средством, способствующим пробуждению регулярности совершения ночных молитв, является отказ от запретной пищи. Стараться употреблять, то есть употребление к пище только дозволенное, добытое своим трудом, своим умом, то есть честно добытое питание является залогом успешного пробуждения на ночную молитву, на молитву Тагаджуд. Естественно, кто для того, чтобы просыпаться ночью, прервать свой сон, свое теплое ложе и встать на молитву, сделав омовение, может только тот человек, который знает по-настоящему цену этому поступку. Как значим этот намаз перед Всевышним Аллахом? Какой у него вес? Изучайте. Есть огромное количество хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, смысл, он говорит, лучшая молитва после обычной пятикратной молитвы это ночная молитва. И очень много-много других хадисов, которые подчеркивают высокую значимость ночной молитвы, даже ее пользу для нашего здоровья. Естественно, следующее средство это крепкий иман, то есть любовь ко Всевышнему Аллаху, без любви к Создателю не может раба встать и уединиться перед ним, уединиться со своим Господом для того, чтобы поклониться перед своим Создателем. Кроме того, есть и такое средство, которое также способствует легкости в пробуждении на ночную молитву, это совершение, чтение поминаний азгаров перед сном. есть в сборниках, любой из нас может азгары перед сном, если даже просто набрать, мы можем огромное количество статей найти и этих азгаров и в переводе, и в транскрипции. Просто распечатать, оставить рядом со своей кроватью для того, чтобы их прочесть перед сном. Также лучшим средством, которое способствует легкому пробуждению на ночную молитву является ложиться, отходить ко сну, будучи в омовении. Также ложиться на правом боку тоже является средством, облегчающим пробуждение на совершение тахаджуд-молитвы. Также ученый богослов Афлалюддин говорит, что чтение Суры Каф также облегчает пробуждение на молитву тахаджуд. Дорогие братья, средств, которые способствуют облегчению пробуждения на ночную молитву, их очень много. Для сегодняшнего ролика этих средств вполне достаточно. Дай Аллах, чтобы Всевышний даровал вам тавфик, помощь свою, для того, чтобы не пропускать регулярно соблюдать ночную молитву вам и вашим семьям. Вассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Вассаламу 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 Вассаламу